Лечбы, які огучиваются в Областном комитете природных ресурсов и оховы новокольного сяродья. У минулом годе у населенных пунктах Гомельской области было посаджено мать 15 тысяч древ. Сегодня та колькость зеленых насаджэнью поэлечится ясчэ на 19 тысяч. При этом перевага дается видам, які наибольшь устойливая до городских умов. По этой причине, до речи, у Гомеля отмовились от тополю и каштанов. А про чатаго разглядается мягчимость посадки древ у взрослых, яких складаю уже некольких годов. Такие технологии иснуют, але для Гомельской области они станут ноу-хау. Такие методики, они есть, они есть, значит, применяются и в Российской Федерации, значит, но, чтобы подготовить дерево вот такого крупного калибра, чтобы посадить, это тоже не один год надо вырастить. Конечно, более зрелые деревья, они, значит, лучше и принимаются, и активнее, значит, оказывают свое природоохранное влияние. Одночасово с посадкой новых древ экологи ожитивляют контроль за оковой уже иснующих рослин. За их незаконную высечку предупреждены штрафы по мере до 5,10 базовых величин, плюс компенсация шкоды, нанесенной новокольному сярудию. Что отлично древ аварийных, то тут позиция однозначная. Их необходимо убирать. Зеленое насаджение любить можно и навд неабходно, але только до того часу, як и не почнуть уявлять реальную погрозу для здоровья и життя людей. У минулом годе только у Гомели 1720 древ признанные небезпечными, и кожное из них могло стать причиной несчастного выпадку. А по небезпеце, якую створять аварийные древы, можно мерковать по ситуации, якая возникла на Гомельщине, у вынеку несприяльного надвора и на початку лютого. Тады мокрый снег и моцный ветер повалили 33 древы. У вынеку подскоржены 13 автомобилев, у яких на счастье у той момент не было людей. 8 древ опынулись на проездной части, что створило проблемы для дорожного руку. По областным управлению Министерства по надзвучайных ситуациях, о вогле закликаюсь, божь уважливо ставится до озеленения дворовых территорий. В некоторых выпадках машины вратовальников не могли торопить на место сдарения, не только по причине великой колькости приватных автомобилев, а и на явности высоких древ колья домов. Хоть что тыжится авто у владальников, для их так само есть конкретная пропонова. Когда идет большое насаждение деревьев вдоль 9-этажного дома, 5-этажного, что в случае пожара мы даже не можем автолестницу подать из-за деревьев. Где-то кроны подрезали, где-то деревья через одно подрезали. То есть эта работа была заранее проведена. Но на данный момент, конечно, граждане где-то пострадали из-за падения деревьев в дворовых территориях. Если бы его автомобиль стоял на стоянке, понятно, этого бы не произошло. И у притяг тема озеленения, подчас тыдня лесу, який традиционно проводится в весну, все лето на Комичине плануется посадить каля 11 тысяч древ. Приклонослужие саджанцев было высажено и в минулом годе. Олег Сентяров, Валерий Капанько, телерадиокомпания «Комиль».